Итак, друзья, я сейчас иду до медийного места. Я договорилась с Егором, с человеком, который знает все об экскурсиях в городе Сочи. Я сейчас вас с ним познакомлю, и он вам все-все-все расскажет. Все, идем вместе со мной туда. Итак, вышла я на набережную. Там морешко у нас. Я сегодня так до моря не довралась, нужно пойти на море сходить, снять вам заодно температуру воздуха, потому что я до сих пор этого не сделала. Все, идем до медийного места. Вот смотрите, вот он Егор, я вас сейчас с ним познакомлю. Вот он молодой, красивый, в Сочи, худой, в спортивном виде. В общем, вот он Егор, который сейчас все-все-все вам расскажет про экскурсии. Сейчас я переверну камеру и разверну ее, и он вам все расскажет. Всем привет, это экскурсии от Это Сириус. Это восторг. Экскурсии, открывайте брошюрку, у нас много агентов. Все они расположены по всему городу Сочи, некоторые работают даже в Адлере. Вот столько много ребят, новые каждый день прибавляются. Это все, которые в Сочи? Это все, которые в Сочи вообще. У нас каждый день прибавляются агенты, кого-то не успеваем на брошюрки наносить, так что вы агентов узнаете по бейджику. У меня уже растрепался бейджик, да, для веселья Егорка написано. Вот так на каждом бейджике. Номерок агента расположен, можно ему писать в WhatsApp, Telegram, звонить, он вас проконсультирует. Открываем брошюрку, берем. На первой страничке у нас расположены две наши основные экскурсии. Это Красная Поляна, Роза Хутор, поднимаемся на подъемочек, и Золотое Кольцо Абхазии. Возим мы на эти экскурсии, собираем по основным КПП остановкам, по Виноградной улице и по Курортному проспекту. Все отели ближайшие расположены по этим улицам. Просто вниз или вверх спускаемся к остановочкам, ваш, ваш агент проконсультирует, направит, где как вам дорогу перейти. Я лично своим людям отправляю местоположение, они сами по картам спускаются, к остановочке подходят. Если что, я провожаю к остановочкам, показываю. Звоните своему агенту, он вам подробно рассказывает. Также у нас можете видео прислать, картиночки, но чтобы не портить впечатление от экскурсии, мы рассказываем, и люди сами своими глазками едят все и смотрим. Красная Поляна, Роза Хутор, все включено. Тысяча рублей стоит экскурсия. Поднимаемся, у вас будет две смотровые площадки, дегустация меда, вина. Зайдите в горное кафе, поужинайте, пообедайте. Поднимитесь на подъемниках на Роза Хутор, по желанию и обед по желанию. А на какую высоту? На высоту 1200 и 2320 метров на Роза Пик. Можно подняться. А на Красную Поляну отдельно есть экскурсия? На Красную Поляну. Только на курорт Красная Поляна имеется в виду? У меня просто люди есть, которые хотят только на Красную Поляну. Только, смотрите. Курорт Красная Поляна возим на вот таких автобусах 35-50 мест. Кондиционер, климат-контроль, панорамные окна. Все включено. Садимся в автобусы. У вас изначально забираем вас в Сочи. У вас идет обзорная по Сочи. Экскурсовод рассказывает про отели, как все образовалось, историю. Собираем людей. И первые наши остановочки – это ущелье Ахцу с видом на горы. И под скайпарком на самый длинный навесной мост в мире. Гуляем по этим остановочкам, фотографируемся. Дальше едем в горное кафе. Там у вас проходит обед, полтора часа на это выделяется. И две дегустации – меда и вина. Продегустировали, покушаем. Едем в медвежий уголок. Там протекает нарзан-источник Чижексе. Да, я была. Там круто. Набираем в себе целебные водички в неограниченном количестве. И едем на три горнолыжных курорта. Первый – это Красная Поляна, бывший горкий город, выполненный в стиле Амстердама, с видом на горы. Второй – это Роза Хутор. Там награждались чемпионы в 2014 году. Погуляем, там же мы поднимаемся на подъемниках на высоту 1200 и 2320 метров на Роза Пик. Подъемники гондольного типа называются. С детьми? С детьми, да. С какими? От какого возраста? Потому что некоторые боятся, что приходят… Ничего страшного. От нуля можно даже, да? От нуля можно, да. Главное, чтобы дети им кричали спокойно. Я отправлял сам семью с маленькими детьми. Из коляски можно, да? Да, до двух лет. Колясочка, конечно, в автобусе есть специальное багажное отделение. Вот здесь сбоку. Колясочка слаживается, ложится. Ребенка до пяти лет берем на ручки. Можно выкупить место отдельно. Агент вам все расскажет, чтобы быстренько… И дальше едем в торговый, третий горноужинокурорт, общественно-культурный центр «Газпром Галактика». Там поднимаетесь на четвертый этаж, панорама, гуляем, фотографируемся и едем. Последняя вишенка на торте – это шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке. Это все в один день? Да, это все в один день. На целый день экскурсии. В 10 часов у нас выезд. И под конец вечером шоу «Поющих фонтанов». Снимаем, смотрим и едем довольны и назад-обратно. Экскурсовод сопровождает даже на «Поющих фонтанов». Экскурсовод сопровождает с самого начала и до самого конца. По пути вам все рассказывают, на каждых остановочках вам все рассказывают. Про объекты олимпийские. Конечно, да. В чем преимущество? Вот именно наши экскурсии, мне говорят люди, вот мы съездим на полян, поднимемся и все такое. Преимущество в том, что вы не знаете Сочи, вас возьмут, туда отвезут, смотровые площадки покажут, в кафе завезут, дегустации две бесплатно. Везде покажут, объяснят. Экскурсовод, образованный человек, расскажет историю всех этих мест. Как образовались горы, как образовались отели, как вообще образовалась Красная Поляна. Про олимпиаду, где какие игры проходили, русские горки есть там такое. То, что он сейчас как аттракцион здесь. Тут весь интерес слушать ушками, смотреть на панорамные окна в автобусе и под кондиционером отдыхать. На целый день у вас экскурсия за 1000 рублей. О, 1000 рублей, 1000 всего лишь. А кто скажет по промокоду Марина Юдакова. Да, пишите мне. Да, Егор сделает еще дешевле. Вот, ищите наших агентов по всему городу. Лично я работаю вот на набережном, на вот этом месте, напротив медийного места. Вы меня здесь можете найти каждый день. И вот опять жемчужина. Я работаю с утра до вечера. Ну, у нас здесь каждый день агенты меняются. Ну, это мое постоянное место. Вот мой номер телефона, контактные данные. Вот запишите все номер Егора. Телеграмм, звоните по любым вопросам, направим, подскажем, где вкусно покушать. Можно куда сходить, куда можно отдохнуть. У меня туристы довольны каждый день. Также у нас меню очень большое, очень интересное. Экскурсии есть как на целый день, так и короткие. Абхазия, Золотое кольцо Абхазии, ВИП. Возим мы на вот таких автобусах. Да, девушка. Возьмите, поинтересуйтесь. А вы расскажите. Да, возим на вот таких автобусах, называются они Mercedes Sprinter, 19-местный. Экскурсовод сидит спереди, справа, на вас всех 19 человек. У меня несколько возражений бывает, а почему не на больших автобусах, ведь неудобно. У вас экскурсовод будет только на вас 20 человек. Границу как проходить? Важный момент, чтобы у всех был паспорт. Три основных правила границы. Первое, это чтобы не было уголовных дел. Второе, это чтобы не было государственных долгов за должности у приставов. И третье, это чтобы не было военной секретности. На детей, бабушка, дедушка, брат, на детей берем нотариальную заверенность у нотариуса для пересечения границы в Абхазию. И тогда проезжаем в Абхазию с братьями, сестрами маленькими. На детей свидетельство о рождении до 14 лет. Ничего страшного, девушка. Подойдите, подойдите. Пожалуйста. Каждый день выезд у нас. Какой-то экскурсии интересуетесь? Золотое кольцо Абхазии. Смотрите, выезд у нас рано утром, в 5 утра. На границу проехали без провок. Понимаете. Первая остановочка у нас Гагра-Каланады знаменитые. Там снимались многие советские фильмы. Там мы посмотрим ресторан Гагрифш. Дивизионный из Парижской выставки. И едем в Рицинский заповедник. Там увидим водопады, еющие мужские слезы. Юпшарский каньон высотой 450 метров. Голубое озеро, которое не меняет цвет круглый год. Озеро Рица на высоте 1200 метров. Вот будут две смотровые площадки. И там же девушка проходит обед. Средний чек на человека 500 рублей. Доступна как национальная, так и русская кухня. Едем дальше на две бесплатные дегустации. В национальную пасеку у вас пройдет дегустация меда и медовухи. Винные погреба у вас пройдет дегустация вина, чачи и коньяка. И едем в город Новый Афон. В Новом Афоне вы заедете. В Новоафонские монастыри, по желанию, можете посетить Новоафонские пещеры и дачу Стальна. Заедите на рукотворные водопады, погуляйте. Там своя колоннада, вверху заброшенная, дай помой. Так, Абхазия. Люди подходят, интересуются. Также я забыл упомянуть, что у нас не бабушкины прошловековые экскурсии. Люди, мы возим на вот таких автобусах с комфортом. Молодежь у нас отдыхает и радуется. Любые возраста и от маленького, и до взрослого. У нас все люди ездят. У меня дедушка 90 лет на джип-тур отправился, вообще он в восторге. Да, Абхазия. Ну, экскурсии, на самом деле, из-за всех консультировать, на это уйдет больше часа. Поэтому я расскажу про Абхазию. Это очень длинная консультация. На вот таком автобусе, Мерседес-спринтер, кондиционер, кожаные сидения, климат-контроль. Забирают очень рано, в 5 утра на границе. Потому что пробки, если позже поедете, будете недовольны, нам недовольны, жалобы не нужны. Мы забираем без жалоб, в 5 утра. Три правила основные пересечения границ, я сказал? Да. Да, сказал. Самое главное бабушки и дедушки, потому что бабушки и дедушки очень часто упускают этот момент. То, что нужна нотариальная доверенность на внука. Заранее. Да, заранее это обязательно сделайте. У нотариуса она буквально там 500 рублей будет стоить. Подороже, конечно. Ну, 500-600. Нет, если на одну листью это. Изначально заезжаем границу, заезжаем на Гагра-Колоннады знаменитые. Там снимались многие советские фильмы. Смотрим, напротив него, рядышком находится ресторан Гагрифш. Привезен из парижской выставки по заказу самого Сталина. И собранный он без единого гвоздика. Дальше едем мы в Ритцинский заповедник. Там вы увидите водопады, девичьи и мужские слезы. Это сотни тоненьких хрустальных ручейков, стекающих со скал вниз. Увидите. Юбшарский каньон высотой 450 метров. Также его называют каменным мешком. Увидите. Заедите на озеро Ритца. Это все одна экскурсия? Это все одна экскурсия. Заедите на озеро, это Ритцинский заповедник. Заедите на озеро Ритца. Там у вас будет две смотровые площадки. Там же проходит обед. Средний чек на взрослого человека. 500 рублей. Доступна как национальная, так и русская кухня. Посетите голубое озеро, которое не меняет цвет круглый год. Там же можно по желанию прокатиться и на зиплайне. Заедите на молочный водопад высотой 1250 метров. И дальше вы едете в национальную пасеку. У вас пройдет дегустация меда и медовухи. И заедите в вины и погреба. У вас пройдет дегустация вина, чачи и коньяка. После этого едете в город... Искупаться где-то можно? На водопадах? После этого вы едете в город Новый Афон. Там вы посетите Новоафонские монастыри, рукотворный водопад. Вверх поднимайтесь, там лесенка есть, заброшенное депо. Своя колоннада. Можно погулять, красиво пофотографироваться. По желанию посещайте дачу Стальна и Новоафонские пещеры. Три часа на это выделяется. Новоафонская пещера вот такая. Да. Также в Новоафоне вы заедете на песчаный пляж. Купаться полтора часа у вас на это будет. Это вот это? Не Пицунда, на другой пляж. На Пицунду сейчас не заводят по абхазским причинам национальным. Заезжаем на другой пляж, называется по другим названиям, но не Пицунда. Там купаемся полтора часа, вода кристально чистая. И едем обратно домой, довольны ориентировочно возвращением в 6 часов вечера. В 6 часов. С 5 утра до 6 часов вечера. Также у нас есть для особо молодых, для драйвовых, есть парк водопадов. Тут везде все остановочки написано, что вы посетите. Дети до 5 лет у нас бесплатно, почти на все экскурсии, кроме джип-туров. Салахаул и Псаха. Про джип-тур тоже расскажите. Да, Салахаул, джип-тур, озера любви, 7 озер. Смотрите, едем на вот таких вот джипах. У вас Патриот и у вас Хантер, открытого типа, модернизированные сиденья. Вот чайные плантации. Изначально заезжаем на чайные плантации гуляем и смотрим усадьбу Кошмана. Это тот человек, который посадил эти чайные плантации. Дальше вы посещаете, едете. Дагомырский корыто, 7 озер любви. Везде, во всех местах можно искупаться. Поднимаемся на Ведьмину гору и посещаем водопад Коса. Дальше едем в Хладный каньон. По желанию можно прокатиться на зип-лайне также. И заезжаете в мужской монастырь. 20 минут у вас дается, вся атрибутика там выдается. Только мужчины туда входят? Нет. А, и женщины тоже входят, да? И женщины тоже входят, но это мужской монастырь. Вся атрибутика выдается. Также заедете в национальную пасеку, у вас пройдет дегустация меда. И прогуляетесь по Тисамшитовой рощам. Длительность джип-тура... Это которая в Салахауле, да? Это которая в Салахауле находится. Длительность джип-тура 6 часов. Ну, сейчас сезон, очень много людей, пробки на дорогах. У нас выезд в 12.30, ориентировочно возвращаемся с 8 до 9 вечера. Чтобы вот так вот, да, люди. Также аналогично есть джип-тур, у нас на Псаха едет. Посещаем там Ивановский водопад, обмазываемся глиной и смотрим на каньон Псаха. Видишь, как на торте. Вот у нас три джип-тура. Есть джип-тур в Абхазии, Гекский водопад называется. Мы посещаем там все то же самое, как в Золотом кольце, кроме нового фона. Но зато мы заезжаем на Гекский водопад и смотровая площадка у нас есть. Прощай, Родина. На обратной стороне нашей экскурсии у нас есть 4 маршрута на квадроциклах. Связывайтесь с своим агентом. У нас здесь еще несколько. Это где квадроциклы? Квадроциклы. Это у нас в Адлере есть и в Сочи есть квадроциклы. А где катаются на квадроциклах? На квадроциклах. А вот здесь маршруты есть, да. Барановка? Барановка, смотровая площадка на главный Кавказский хребет, Ивановский водопад и каньон Псаха. Сколько по времени квадроциклах? По времени все они по разности, отличаются по сложности маршрута, по цене и по времени. Мы путем первый маршрут на Барановке. Первые полтора-два часа. Нормально. А морские прогулки? Морские прогулки. Смотрите, у нас есть морские прогулки, обычные, на яхте, катере катаемся. Ваш агент вам покажет фотографии, ватсап пришлет, чтобы вы оценили, поняли, на чем вы будете кататься. Морская прогулка длится час, вас координируют. У нас всегда диспетчеры. Главные наши две экскурсии, забыл повторить. Золотое кольцо Абхазии и Красная Поляна, и Гекский водопад прозваниваются вечером диспетчера. С 8 до 10 у нас диспетчер из Завета. Она прозванивает вам, говорит госномер автомобиля и точное время, во сколько автомобиль будет на вашей остановочке. Все остальные экскурсии прозваниваются за час до поездки. Не переживайте, если вам диспетчер не прозвонил, звоните своему агенту, он там решит ваши проблемы. Вам диспетчер сразу же прозвонит. Так, морские прогулки. Морские прогулки на час, ну и выгоднее, если люди хотят больше поотдыхать, поплавать, взять рыбалку на 3 часа. Рыбалка у нас с 8 утра до 18.00. Только рыбалка, звоните, пожалуйста, на все экскурсии чуть-чуть заранее, за день до экскурсии. Потому что сейчас сезон, места заняты. А сколько там людей будет? Экскурсии на судне 11 человек, на рыбалке и на морской прогулке. Это кушает детей или еще? На все экскурсии также можно заказать индивидуальный тур. К примеру, бывает такое, что компании там или день рождения празднуют. На яхте вдвоем сплыть. А если даже 3 человека? Да, можно и 3, разные, индивидуальные, зависят от яхты. Есть как катеры, яхты красивые, можно самому подобрать, мы картиночки присылаем. Да, люди сами выбирают. От 7 тысяч и там дальше потолка. И до бесконечности. И до бесконечности, можно сказать. Смотря сколько там палубы. Сколько вы уже, на что вы готовы. Рыбалочка есть на 3 часа, все снасти выдаются, рыбку можно приготовить, там 2 мангальчика есть. Ну и можно и не рыбачить, да? И можно и купаться, да. В чем выгода именно морской прогулки и рыбалки. Они отплывают и становятся, и все, да? Они отплывают и становятся, да. 3 часа стоят, условно говоря, там или 2 часа, да? Условно, да. Морская прогулка, конечно, условно то же самое. Вы остаетесь там и кушаете, то-то пьете. На судно можно с собой брать все, кроме красного вина. Потому что капитан вам ай-яй-яй сделает, да, потому что сидушки. Там даже в обуви запрещают. Для капитана это вообще как ножом по сердцу, если в обуви ходят. Вот, да, сразу же нужно разбываться и босиком проходить. Рыбалочка на 3 часа каждый день и морские прогулки на час длительностью. А с собой можно еду тоже брать, взял там и там пчелку. Конечно, конечно, да. Ну это зависит от людей, кого-то укачивает, кого-то нет. Есть прогулки. На Айтадоре 1 час с экскурсией. У вас экскурсия там в микрофонах будет. Вот время, можно записаться на любое время. 800 рублей стоит. Это как теплоход Дагомыс, условно говоря. Да. Это лучше, чем Дагомыс. Он идет вот сюда до Мацеста и разворачивается. Вот такой курюк делают. У вас экскурсия проходит. Купаться с него нельзя, но у вас экскурсия проходит. На большом теплоходе Айтадор покатайте. И просто аудиоэкскурсия. Да. Аудиоэкскурсия у вас проходит на борту. На Айтадор, чем у него преимущество от Дагомысского теплохода? Классно. То, что у него все сидения обшиты на Дагомысском теплоходе. Там уже ржавые, все старенькие, его плохо обслуживают. А Айтадор будет поновее. Также есть дайвинг с наирянием, с видеосъемкой, с сопровождением скальтера. Это вот наш начальник. Красивый. Симпатичный парень, да. Также у нас есть Мамонтово ущелье. Это природный аквапарк. Едем мы в сторону границы с Абхазией. Природный аквапарк. Это вы по скалам скатываетесь. Сразу предупреждаю, нужно брать три пары нижнего белья с собой. Да? Да, потому что слетает это все. Да, есть трансфер отдельно. В скайпарк возим. Трансфер вас туда отвозит и забирает обратно. Есть рафтинг. Рафтинг – это сплав по реке. Сплав по реке вам даются, выдаются лота. А по какой реке? Мзым-то. В Адлере. Да. С Адлера забираем, река Мзым-то. Также есть еще рафтинг с пастью дракона отдельный. У своего агента узнавайте, он вам все подскажет. А есть трансфер, просто вот допустим, просто трансфер? До чего? Ну, например, до курорта Красная Поляна и потом обратно. Нет такого трансфера. Легче вам, ради этого будет просто на электричке даже съездить. Но электричка, если я не ошибаюсь, отсюда до Красной Поляны стоит 400 рублей. И обратно вы тоже 400 заплатите. И как бы можно доплатить 200 рублей и съездить полностью экскурсии с экскурсоводом. Вас обратно же на вашей остановочке вернут. Вы три шага сделаете, в свой отель вернетесь. Согласна. Это намного выгоднее, согласитесь. У вас целый день будет насыщенной экскурсией. И плюс еще будет экскурсовод, который будет все рассказывать. Да. А не как слепой котенок ходить там. Да, это не бабушкины прошловековые экскурсии, как прошлый век. Мы молодые, все ребята можете даже... Почему называется это Сириус? Это Сириус? Ну, это, знаете, как... Типа какое-то громко новое название, модное, да? Да, это Сириус просто. У нас, ребята, некоторые 10 лет в туризме. Лично я работаю первый год, ну, компания очень молодая, все нравится. Все с разных городах, собрали самых талантливых ребят. Можно посмотреть. Классно, все молодцы. В общем, друзья, обращайтесь к Егорке. Вот он, Егорка. Да. Номер телефона есть. Пожалуйста, номер телефона есть, пишите ему, звоните, говорите то, что от меня, посмотрели видео. Егор будет шире улыбаться. Да, Егор? Да, конечно. Все, в общем, если понравилось видео, ставьте лайки, ребят. И лайк отдельно для Егора, то, что он провел для вас тут уже мини-экскурсию. Мини-экскурсию, да. Еще рассказал. Как бы я сильно не рассказываю, потому что, чтобы не портить впечатление людям. И картиночек недостаточно. Люди взрослые своими глазками увидят, ваши дети до пенсии запомнят наши экскурсии. Все, спасибо большое. Хорошего отдыха. Так, ребят, еще дополнение. Смотрите, также, чем мы отличаемся вот от других конкурентов, от будочек, к примеру. Просто это по ценам и по сервису. Опять же, возьмем из нашей экскурсии золотое кольцо Абхазии. У нас она стоит на Mercedes Sprinter 2400 рублей. Почему такая низкая цена? Кто-то спрашивает, например, за Красную Поляну, за экскурсии. Потому что мы не хотим наживаться на людям. Мы продаем качественный отдых по доступной цене. К примеру, чем мы отличаемся от будочек, от пляжников? Тем, что они платят за аренду. Им нужно платить за аренду, за пляж, за будочку. И у них цена накрученная, тем не менее. И поэтому у них такие большие цены. У нас цены не накручены тем, что мы стоим в свободной форме. Агенты двигаются по всему городу круглосуточно. Поэтому у нас нет никаких наценок больших. И поэтому у нас такие доступные цены. Егор, а можно такой каверзный вопрос для всех? А можешь вот прямо сейчас достать телефон и показать хотя бы один отзыв? Конечно. Ну вот даже не подготавливались. Просто вот, ну-ка давай. Конечно, могу. Наверняка же есть вот кто-то писал. Там, Егор, спасибо за экскурсию. Просто у меня очень много людей, всех координируем. Вот он листает, листает. Самый лучший отзыв, наверное, выбирает. Да, ну вот пример самый быстрый, который нашел в Абхазии. Так. Прочитать? Так, добрый, все было. Давай. Добрый день, все было офигенно. Спасибо большое вам. Отдельное спасибо шоферу Вадиму. И отдельное спасибо экскурсоводу. Это было нереально круто, особенно с ними. То, как они относились к нам, особенно к детям. Попрошу учесть мои пожелания, так как редко встретишь таких замечательных людей. Класс. Вообще. Да. Класс. Спасибо большое. Наша задача организовать людям хороший отдых. Наше преимущество не отправить людей в один конец, они съездили на экскурсию. Нам же выгодно для самих себя, чтобы люди у нас поехали на одну, на вторую, на третью, на четвертую экскурсию. Поэтому выбираем из самых лучших перевозчиков. Чтобы они откатали, все люди были в восторге и потом поехали еще на одну экскурсию. Поэтому нам не нужно, чтобы люди... Все, ребят, вот он номер телефона. Вот он Егор. Обязательно пишите. Я еще под видео тоже прикреплю, чтобы у вас был сразу, вы могли не пересматривать видео. И телефон был доступен. Все, спасибо. В общем, друзья, я ухожу. Егор, вот он остался. Вы идете сейчас вместе со мной. Я вам покажу сейчас, где Егор стоит около дом Анны Францевны. И здесь же находится медийное место. И я вам сейчас покажу, вот сколько я буду идти до бассейна «Жемчужина». И он здесь прямо рядышком находится, прямо на набережной отеля. И вот он, смотрите. Вот тут сейчас. Вот находится пляж «Жемчужины». Вот оно. Видите? То есть все рядом. Сюда поворачиваемся. Вот она сама «Жемчужина». То есть буквально в двух минутах здесь находится Егор. Поэтому... Так, у меня здесь уже два микрофона. Здесь рядышком находится Егор. Я еще вас познакомлю с Сергеем и Виталием. Это вот руководители этой компании. Компания достаточно молодая. Но... И поэтому у них и цены. Они всего лишь год или два. Они только вот как образовали эту компанию. То есть два, получается, собственника, они объединились. А до этого ребята занимались каждой... Ну, своими экскурсиями. Поэтому у ребят очень большой опыт. В общем, ребята, обращайтесь к Егору. Егор вообще молодой, энергичный. Вот сил и энергия у него вот просто выше крыши. Он классный, доброжелательный молодой человек. Поэтому обращайтесь сюда, не обращайтесь. Поэтому Егор... Егор вам уже все объяснил. Я вот заболталась, и я прошла мимо лестницы. Мне же нужно было идти в бассейн. А я прошла вообще непонятно куда. В общем, Егор вот всегда 24 на 7. Он всегда на связи. Вот знаете, даже когда я ему пишу, я ему пишу, и он мне сразу же отвечает. То есть не бывает такого, что он там, допустим, написал ему, и он там ответит через 10 минут. Вообще никогда не бывает. Он всегда на связи. Ни женат, детей нет, никого нет, ни котенка, ни ребенка. Поэтому все время он будет уделять вам. И чтобы... Ну, вы сами видели, какие отзывы пишут туристы. То, что они довольны, как относятся к детишкам. Потому что многие путешествуют с детьми, и для них это очень важно. Чтобы отношение и к ним, и тем более уж к детям. А вы сами знаете то, что дети для нас это самое святое. И когда отношение к детям такое вот хорошее. То есть и ты доволен, да? И твой ребенок доволен. Чтобы детям было тоже комфортно. Потому что детишки у нас бывают капризничают дороги, либо еще что-то. Но водители и экскурсоводы, они всегда сделают все для того, чтобы ваш отдых остался действительно отдыхом. И чтобы этот отдых потом не говорили то, что мне отдых не понравился в Сочи. Вам понравится Сочи, понравятся экскурсии. Поэтому приезжайте и наслаждайтесь. Ну, а я вам говорю, до скорых встреч. Увидимся в Сочи. Кто приезжает в Сочи, обязательно пишите. Я уже дошла до бассейна. Вот буквально у меня тут три минуты это заняло. Тем более с тем учетом, что я хожу и постоянно болтаю. Спасибо. Так вот, приезжайте в Сочи, отдыхайте. Ваш отдых будет несбываемый. Ну, все. Я нахожусь уже на территории. Все. Всем пока-пока. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк. И напишите, пожалуйста, комментарий для Егора. Ему будет очень-очень приятно. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok